Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня, это, наверное, первый видос за всю историю моего ведения канала, в кадре будет другой инструмент, не укулеле, потому что сегодня у нас будет с вами обзор-амбоксинг вот такого чудо-штуки от фирмы Flight под названием Гиталели. Ну а что это за чудесная зверушка, как на ней играть, для чего она мне нужна, из чего состоит, все подробнее в этом видосе. Ну а перед началом этого видео я напоминаю тебе, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютюбе по окулеле комьюнити, или, наверное, еще гиталельном комьюнити, как пойдет. Тем более нам с пепочкой будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах. Анбоксинг от Дарьи. Давайте начнем сначала с комплектации. В комплекте у нас входит, ну, во-первых, все это приходит в такой чудесной коробочке из магазина Динатон, мы это все открываем добро. Ну, самое, наверное, любимое у меня оффлайт, это то, что они всегда со своим инструментом дают обалденный хороший зимний чехол, потому что любой музыкальный инструмент нужно хранить в чехле, обязательно это помни, чтобы он не трескался, хорошо звучал, в общем, не рассыхался. И вот на этот раз тоже у этой гиталели есть чехольчик, и причем он намного отличается от моего чехла для окулеле, потому что тут его можно надеть как рюкзак, а мой же можно просто кинуть на плечо и как бы пойти. Есть чехольчик такой, мы его открываем, далее у нас видим сам инструмент, в комплекте идет вот такой вот ключ, но я пока не совсем понимаю, зачем он мне нужен, наверное, колки отворачивать, но пока под вопросом, не знаю, посмотрим. Также с инструментом идут вот такой вот обалденный стикер-пак, между прочим, два года назад, когда я покупала свой укулеле, такого не шло, но сейчас ребята из флай сделали. Я, наверное, попозже что-нибудь обклею, но пока не хочу обклеивать гиталели, потому что я в свое время обклеила укулеле, а если что, наклейки никак не влияют на звук, просто другой внешний вид, все, в принципе. Я уже из этого переросла, но мне очень обидно отклеивать от укулеле свои, тем более там синкопепа как бы, поэтому я оставила так, думаю, вот этот инструмент пока отклеивать не буду. Также ко всем инструментам идет вот такой вот сборничек, как бы брошюрка, но я уже сразу вижу, что тут написано аккорды для как раз укулеле. Я подразумеваю, что для гиталели будут совершенно другие аккорды. У меня такой же есть сборничек, когда я покупала опять же свою укулеле, они ничего, по-моему, не поменяли с этого времени. Вот, в общем, что я тут какую-то макулатуру смотрю, мы же пришли ради инструмента, посмотри, что же это такое. Давайте я открою. Я так обожаю всякие вот эти швучки распаковки, аккуратно. О, молодежь. Не знаю, как вы, но я обожаю запах вот новых музыкальных инструментов, я прям, как я уже сказала, гиталели фирмы Flight. Модель, кому интересно, это GAT 350 SP Drop Sub, если что я напишу в комментариях. В общем, внешний вид бомбический, я обожаю именно, когда сделан под натуральный цвет. То есть, прям натуральный цвет дерева, обалденно же, круто. Сразу, что мне нравится пока в ней, это то, что есть вот такой вот крепеж для ремней. То есть, я могу заказать ремень, чтобы он крепился здесь, крепился, наверное, около грифа, я так думаю. И можно было играть стоя удобно, чтобы ты не стоял так, эээ, что как это играть. Анбоксинг от Дарьи. Сникает, наверное, у вас вопрос, что же такое все-таки гиталели Дарья? Вот ты мне это показываешь, неведомую зверушку, что это? А знаете, это совокупность гитары и укулеле. И для кого слово было укулеле странным, так гиталели будет еще страннее. То есть, это совокупность у нас гитары и укулеле, что тут, собственно, подразумевается. От гитары мы берем с вами 6 струн, а гриф такой широкий за счет этого, потому что тут 6 струн. От укулеле мы берем, в принципе, размер. Она чуть больше укулеле-концерт, то есть она приближена к укулеле-тенору. То есть, тенор у нас, укулеле, идет дальше от концерта. То есть, сопрано, концерт, тенор и баритон, и пошла-поехала. Так вот, это размер у нас приближенный к тенору. По сути, размер от укулеле, струны от гитары. Строй сейчас пока вообще не знаю, какой будет у нас. Пока я чекала информацию, я поняла, что кто-то называет ее гиталели, кто-то называет гитарлели. Но для меня слово гитарлели звучит, как будто я говорю слово акулеле, то есть куша режет, прям вообще не могу. Поэтому принято, наверное, все-таки называть ее гитарлели. Анбоксинг от Дарри. Сейчас она, ну, естественно, расстроена. Сейчас мы попробуем узнать строй. Когда я гуглила, какой же строй укулеле, по сути, этот инструмент у нас звучит, если мы зажмем пятый лад на гитаре. То есть, мы поставим барей, вот она у нас будет звучать. Первые четыре струны такие же, как у укулеле. То есть, у нас строится А, Е, С и Дж. Ну, естественно, сейчас звучать это не будет, потому что я не настроила. И плюс вот две басовые как раз дополнительные струны. Они у нас будут уже настраиваться на Д и А. И вот у меня возникает вопрос пока, что можно ли этот инструмент настроить стандартным строем, как у гитары. То, скорее всего, будут просто гитарные аккорды. Ну, а если ее можно строить только в таком вот стандартном строе для гиталели, то там будут аккорды совершенно другие. Так вот, мы сейчас спросим у Вити Клипина, может он знает, подскажет, как мне лучше ее сейчас на данный момент настроить. Ее стандартным строем не настроишь, струны будут висеть очень сильно. В общем, оказалось, что это плохая затея строить ее в каком-то стандартном строе для гитары, поэтому мы берем супер, который я нашла в интернетах, вот даже аккорды ее сделала. Сейчас мы ее настроим и послушаем, как же она все-таки звучит. Унбоксинг от Дари. Так как это инструмент пока симбиоз и что-то новое вообще, в принципе, я нормальных толковых вообще что-то касаемо. Вот только гиталеля толком не нашла, поэтому я сейчас буду брать тюнер, который предназначен для укулеле и гитары, и просто буду искать те ноты, на которые мне нужно настроить каким-то образом. Ну да, первые четыре струны снизу, то есть AECG у нас будет как AECG на укулеле, поэтому с этим пока не будет проблем. Я так долго не настаивала прямо от начала до конца инструмент, что я немножечко ссыкаю, что у меня сейчас слабит струна. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ох, бля. Я на настройку потратила около часа. Покраснела прямо аж. Мне вот уже нравится на самом деле то, что звук объемный, что есть вот эти басовые струны. Мне они в последнее время вообще не хватало. И прикол в том, что тут, например, на укулеле же у нас третья струна такая вот большая. Тут же на укулеле все очень просто, выглядит все как у гитары. То есть вот у нас три нейлоновые, три верхние сделаны металлические. Я не знаю, на самом деле будут ли болеть у меня пальцы или нет, потому что я играю обычно на нейлоновых. У меня на укулеле не нейлоновые, как обычно на укулеле стоят. Погнали, сыграем какие-нибудь песни. И как любой начинающий гитарист, укулелист и вообще, как это сказать, гитаталист, гиталелист, я начну, пожалуй, с СОЯ. Белый снег, серый лед, на растрискавшейся земле, Одеялом лоскопным на ней, город в дорожной петле. А над городом прыгут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу две тысячи лет, прожитым по цветам звезды по имени Солнце. Да, пока я поняла, что, естественно, гриф шире и немного неудобно, точнее, непривычно что-то на ней играть. Тебе не нравится дым, чёрт с ним, он убивает слова, кругом голова, Жар разносит молва по дворам, что между нами чуава. О чём с тобой говорить, потеряли нить, теперь не с тобой перестать дома спать. Нас не измерить на глаз, а сейчас зачем мы давим на тормоз, не на газ. Вопрос извечный, зачем, да почему, понемногу с ума, ты не сама. Эти ночи в Крыму, теперь кому я, если встречу, потом передам ему. Ну, слушайте, знаете, более-менее я вот даже, несмотря в раздатку, понимаю, что аккорды-то почти те же самые, просто какие-то моменты у нас добавляются. Так, вот тут уже надо уметь что-то играть с мизинцем. Какие-то базовые аккорды у нас тоже с баре тут строятся, но я думаю, что про баре... Я помню белые обои, чёрная посуда на срущёвке троя, то мы откуда, откуда запрыгаем шторы. Эм-ням-ням-ням-ням. Ещё бы нормально играть. Почему я на ней так сдвинут? Нужно немножечко приноровиться, потому что между струнами получается маленькое пространство. Я немножко не привыкла, но вот смотрите. Вот между струнами укулени, конечно, тут пространство прям на пальце помещается. Как-то я уже привыкла, что тут... Капец! Оказывается, после широкого грифа, мне кажется, это прям... Также заметила такую тут фишку, что тут не прописаны маркировки. Там пятый, седьмой, двенадцатый. Их написали вот здесь, чтобы можно было посмотреть. Их прописали вот на этой части. Поэтому, в принципе, когда ты играешь, можно увидеть вот таким вот зрением. А вот здесь такого, конечно, нет. Я не знаю, считать ли это плюсом и минусом, или это вообще фишка какая-то именно вот этой модели. Но, не знаю, для меня это не так критично. Может, для кого-то может показаться минусом, для меня пойдет. Как любой начинающий гитарист, только лилист, а теперь гитар-лилист, я обязана сыграть следующее. Субтитры создавал DimaTorzok И мне так понравилось, что оно прям звучало так объемно, сочно и прям глубоко по звучанию. Потому что у нас нет уже вот этих басовых струн на укулеле обычной. Что я прям начала гуглить, что же у него был за инструмент. Я потом узнала, что это гитар-лили. Будут басовые струны, значит, у нас диапазон того, что мы можем сыграть, намного расширяется. И я себе решила тоже такую штучку-то поиметь. Какой у меня, собственно, вывод и вердикт? На самом деле, очень прикольная штука. Потому что, особенно если ты долго-долго играешь на укулеле, тебе не хватает звука объема, там басовых струн, например, как мне не хватало, то вот прям гитар-лили, это прям крутая вещь. Касаем аккордов и строя, к этому можно привыкнуть. Строй нужно настраивать вам по-хроматическому. То есть не какой-то готовый пресет настройки, а вот прям брать. Вот так вот хроматическая настройка, видно-не видно, и прям сидеть, отслеживать. На будущее, кто захочет брать укулеле, чтобы ее настраивать, вам нужен вот такой вот тюнер. Касаем аккордов, они похожи больше, конечно, на аккорды, которые у укулеле. То есть вот есть какой-то аккорд, например, АМ, мы зажимаем обычно на укулеле четвертую струну на вторую молодую, а тут к этой же конструкции мы добавляем уже пятую струну, также на вторую молодую, и получится у нас АМ. То есть очень многие аккорды, структура у них тоже самая, просто какие-то добавочные ноты мы зажимаем. К этому можно привыкнуть запросто. Да, момент то, что между струнами меньше пространства, потому что на укулеле там прям нормально есть пространство, ты более-менее понимаешь, тут, конечно, тоже надо приноровиться. Касаемо размера ладов, то есть вот до пятого лада более-менее все идет, равномерно далее уже это все становится меньше и меньше. Но опять же, я думаю, к этому можно привыкнуть, ничего страшного. Она, знаете, более экзотичная. То есть вот я не могу сказать, что это вот маленькая детская гитарка, как многие могут подумать про укулеле, хотя это укулеле, также могут подумать, что это маленькая детская гитара, гиталеля. Нет, это все-таки самостоятельный инструмент. Режимем, вот взяли гитару, взяли укулеле, ааа, гиталеля, вот вам получился такой инструмент. В дальнейшем, думаю, тоже что-нибудь там снимать, если вам надо, напишите в комментариях, могу сделать какие-то разборчики. Попытаться сделать больше информации на русскоязычный YouTube по вот этому инструменту, потому что я много искала, готовилась к этому анбоксингу, и нету нормальной информации. Ее почти что нет. Есть там пару обзоров вот гиталеля, и все. А как играть, как строить, какие аккорды, про это я вообще молчу, такого еще нет. Поэтому я планирую все-таки немножечко освоить этот инструмент, и также, кому интересно, сделать такой небольшой, может быть, цикл, как играть на нем. Но если вы заинтересовались в игре на укулеле или то же самое гиталеля, то у меня есть промо-кор для вас в магазине Динатон. Он дает скидку 10% на любой инструмент Flight, поэтому пользуйтесь и играйте вместе со мной. Ну, если тебе понравилось такое необычное видео, то поставь свой лайк. Также обязательно напиши в комментариях, знал ты до этого видоса, что бывает такой инструмент, как гиталеля. Может, ты что-то слышал про него. Можешь мне сделать какие-то кавера, разборы именно на этом инструменте. Ну, а также напоминаю, что все мои труды и старания ты можешь поддерживать на густе. Вот, например, вот эти вот ребята, их уже очень много, я немножко не помещаюсь, помогают мне дальше жить и творить, делать клевые видосы для этого канала. Спасибо им огромное. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok